Я сделал дословный перевод того, что он сказал, сделал субтитры. Давайте начнем с того, что мы посмотрим, что и как говорил муфтий коров. В этом и заключается вся ложь. Никогда ложь не подается целиком как ложь. Они ее сразу изобличают. Всегда берется истина, снабжается обильно ложью и потом приукрашается, что он и сделал. Итак, кадыровский муфтий коров ответил на наш вызов, который мы сделали в прошлом эфире, и записал целое видеообращение, которое состоит из 17 минут. Начал он, значит, его с того, что предъявил нам претензии, что мы якобы сделали неправильный перевод его слов, и поэтому, типа, они поняты неправильно, на них, видимо, кто-то там еще отвечал. Короче говоря, он предъявил претензии, сказал, приводите мои слова правильно для начала. Поэтому я сделал дословный перевод того, что он сказал, сделал субтитры. Давайте начнем с того, что мы посмотрим, что и как говорил муфтий коров. Субтитры делал DimaTorzok Итак, здесь конкретно, прямо вот слово в слово, он говорит в сборнике у Бухари, потом подтверждая свои слова, он говорит еще раз, в чистейшем, говорит. Хадиси у Бухари приводится. И далее, значит, приводит этот текст, что, типа, если кто-то в народе вышел, облачившись в одежду нетрадиционную для этого общества, обращая тем самым на себя внимание, чтобы люди смотрели, удивлялись, говорили, о, это что, типа, то в этом случае такого человека в судный день ввергнут в ад. Сказал, говорит, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я тогда сказал муфтию коров, чтобы он, во-первых, привел нам у Аль-Бухари этот хадис, показал, где Бухари его приводит. Во-вторых, если даже он не найдет его у Бухари, пусть он его приведет где-то в другом месте, этому, в принципе, тоже примем, будем это обсуждать. И вот, что нам на это ответил муфтий коров. Смотрим. Я думаю, что вот мы не знаем, что, без оцеников, без оцеников, это говорит, что он говорит, что этот хадис такой, то есть ли, как, в общем, что он говорит. Так, 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 а кто это у нас тут занимается мухлежом? Итак, значит, муфтий коров нашел этот хадис. То есть, первое, что сразу же нужно отметить, он не приводится у Аль-Бухари. И муфтий коров не говорит, я ошибся, он оказывается не у Бухари, он приводится у Амада, у Ибн Маджа, у Насай, у Абу-Дауда, но не у Бухари. Ты до этого утверждал, что это чистейший хадис, достоверный, то есть, который приводится у Бухари. Бухари, ты же муфтий, ты сделал очень громкое заявление, если ты ошибся, ну скажи, я ошибся, оказывается не у Бухари. Но ничего страшного, муфтии, они тоже ошибаются, это бывает. Мы не будем тебя за это казнить, линчевать. Но умей признавать свои ошибки. Вместо того, чтобы признать свою ошибку, ты как будто бы ты сказал тогда правду, приводишь этот хадис, и в конце говоришь, что он приводен у того-то, у того-то, но не у Бухари. То есть, это твоя ошибка. И тебе нужно было для начала это признать. Далее, я зачитаю этот хадис, который он привел, но перевел его неправильно, подтасовал слова, чтобы изменить его смысл и подогнать под то, что он говорил ранее. Я нашел, конечно же, этот хадис, и вот как он звучит на самом деле. Со слов Абдуллаха ибн Омара, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, кто надел одежду, явно привлекающую внимание своей роскошностью или необычностью, это уточнение, которое делают ученые. То есть, они уточняют, чем именно привлекает внимание эта одежда, роскошью и необычностью. То Аллах облачит в судный день в такую же одежду. То есть, такого человека, кто привлекал внимание к себе своей одеждой, которая была роскошна и необычная, то Аллах облачит его в судный день в такую одежду. И у Абу Ауана в его версии передачи есть добавка к этому, а потом воспламенит ее. То есть, этот хадис передается в двух видах, в одном без этой добавки, он заканчивается на том, что в судный день его облачат в такую же одежду, а в другом с добавкой и потом воспламенят ее. Этот хадис действительно передается у Абу Дауда, у Амада, в общем, но не у Бухари. Теперь Буфтикаров говорит, что ученые, те, которые делают тафсир, то есть толкуют хадисы, они его растолковали таким образом, что если человек одевает то, что является нетрадиционным для его общества, то якобы такого и удивляет тем самым людей, то такого человека в судный день облекут в одежду позора. Именно вот так он привел. Теперь давайте посмотрим, что же на самом деле ученые говорят об этом хадисе, как они его толкуют. Во-первых, там упоминается слово о деянии Аш-Шохра. Что такое о деянии Аш-Шохра? В этом хадисе, в оригинале, на арабском языке приводится Аш-Шохра. Аш-Шохра – это одежда, которые выделяются среди людей, как, например, ее цветом или фасоном, в результате чего люди обращают на него внимание, а он начинает проявлять гордыню и высокомерие. Это приводится в Ан-Нихая, во втором томе, 515 страница. То есть, здесь идет речь именно о недопустимой гордыне и высокомерии. Одежда, которая вызывает высокомерие, не просто она странная, а она именно своей странностью вызывает высокомерие. Ты тем самым пытаешься возвыситься над другими людьми. Смысл в этом Аш-Шохра. И вот что говорит имам Аш-Шохани об этом хадисе. В этом хадисе содержится указание на запрет ношения одежды, вызывающий гордыню и высокомерие. К этому также относится тот, кто надевает одежду, отличную от одежды общества. Также запрещенной является одежда, надеваемая для того, чтобы выделиться ею среди людей, независимо от того, будет ли она дорогой или дешевой, будет ли соответствовать одеянию людей или нет, ибо в этом случае запрет связан с проявлением горделивости и высокомерия. Все ученые, которые либо приводили этот хадис, либо толковали его, все относили его к разделу о высокомерии, о недопустимости высокомерия и горделивости. Никто и никогда в каком-то ином ключе этот хадис не приводил. Теперь, что касается подтасовки. Муфтий коров приводит в своем толковании, он говорит, что если человек так будет себя вести, то в судный день его облачат в одежду позора. В этом хадисе, ни в его толковании, никто не говорит о одежде позора. В самом хадисе сказано, что в судный день этого человека облачат в такую же одежду. И добавка идет, потом ее воспламенят. То есть, если следовать логике муфтия коров, то получается, этих девушек, которым он привел этот хадис в довод, получается, их облачат в никабы, в судный день, и подожгут эти никабы. Так, что ли, получается? Кто до тебя, муфтий коров, кто до тебя таким образом приводил этот хадис в довод на то, что нельзя одевать никабы? Приведи слова хотя бы одного ученого, кто сказал бы так до тебя, кто привел бы его в отношение никаба или хиджаба, или чего-либо-то другого? Кто вообще, кто до тебя сказал, что это будет одежда позора? Кто назвал никаб одеждой позора? Как можно было привести этот текст, когда ты заставлял этих девушек снимать с себя никаб? Что касается роскошности и высокомерия, то муфтий в своем толковании хадиса не привел этих слов на чеченском языке. Высокомерие, сонтал на чеченском языке, горделивость, курал, он не приводит эти слова, а он говорит «гаруалар», то есть «гаруалар» это для прославления, когда человек прославляется. Этих слов нет, нигде никто в толковании к этому хадису не приводит слово «гаруалар», то есть для того, чтобы прославиться. Нигде, ни в каком сборнике это не приведено в главе о прославлении, но везде этот хадис приведен в той части, в которой говорится о недопустимости возвышения, высокомерия, горделивости над людьми путем облачения в такие одежды. То есть весь смысл здесь в этом. И если ты, о муфти коров, считаешь, что никаб как-то возвышает людей над другими, что никаб можно одеть из высокомерия или из горделивости, то с такой же легкостью можно запретить и хиджабы. Ведь получается, в Казахстане, в Таджикистане, там, где запрещают женщинам носить хиджабы, получается, они тоже опираются на этот хадис, толкуя его так, как ты. Может, они тоже считают, что эти женщины одевают никабы из высокомерия и горделивости. С таким же успехом можно применить это к нудистскому пляжу, знаешь, типа, нудистский пляж, где все купаются голыми. Если туда кто-нибудь зайдет в плавках или в шортах, получается, он туда зашел из горделивости, он одел на себя эти шорты. Это тоже тогда недопустимо, надо будет ему их снять. Что это такое? Что это был за бред такой? Как можно было применить этот хадис в отношении никаба? Это просто too much. И кульминацией этого обращения Мухтия, просто выходящим из ряда, было заключение, которое он сделал. Послушаем. Мухтия, послушаем. Эти все мухтия, естественно. построят 8, только все . То есть, надела Никаб сегодня, а завтра пошла, обвязалась поясом и взорвалась, убив ни в чем не повинных людей. Вот так, оказывается, это работает. Оказывается, есть прямая связь между убийством ни в чем не повинных людей и одеванием Никаба. Это прямую связанные вещи, оказывается. Мы просто до этого никогда подобного не слышали. Подобное не озвучивалось. Вы просто представляете себе уровень этого маразма, до чего они уже дошли. Как может девушка, которая хочет покрывать свое лицо, не показывать его кому-то, как она может пойти и взорваться, и тем самым убить ни в чем не повинных людей. То есть, она, значит, это может, а если лицо не покрыло, то не может. А если она, например, одета в мини-юбку, не покрывает голову, то она априори не может подобного сделать. Как это, интересно, работает? Как вы могли сделать подобный вывод? И что делать, допустим, с теми странами, где это считается вообще нормой? Там, наоборот, считается нормой не носить, допустим, ни кабы. Они что, все, получается, потенциальные террористки, что ли? Нужно бояться? Интересно, как в этих странах посмотрят на подобное заявление муфтия коров? Вообще, все практически его, ну, большая часть, длинная доля его обращения была посвящена теме разногласия, значит, среди ученых ислама о вопросах ношения ни каба. Это, значит, обязательно, либо это желательно? И муфтии здесь начинают приводить доводы в пользу того, что это является необязательным. Сношение ни хаба не является обязательным, он приводит доводы. Но это, как бы, известный спор среди ученых ислама, и он будет до судного дня. Это приемлемое разногласие в уме. И если бы ты изначально сказал бы именно так, то к тебе не было бы никаких претензий. Но ты-то сказал не так. Ты сказал этим девушкам, что из-за ношения этого ни каба, Аллах судный день вернет их в ад. И это удивительные слова. Одно дело, когда мы говорим о разногласии, то есть, что является обязательным. Спор между учеными в исламе идет в отношении ни каба. Он обязателен или он желателен? Но никто и никогда не говорит о его запретности. Никто не говорил, что за него кого-то вернут в ад. Ведь за это была вся критика в твой адрес. Либо приведите нам такие слова ученых, которые сказали бы, что ни каба вообще в принципе запрещен. И его носить, значит, за ношение будет наказание. Ведь нет таких слов. Нет даже... Ни каб не относится даже к разделу мубах, просто дозволенного. Нет, он именно желателен. И, кстати говоря, здесь я поправлю сам себя. Я сделал некорректное высказывание, сказав, что я не являюсь сторонником ни каба. Это неправильно, так сказать. Видишь, муфтик и роб, свои ошибки надо признавать, учись. Это тебе отсылка вот к твоей ошибке с Бухари. Ну, скажи, что ты ошибся и все. Я ошибся, нельзя так говорить, что я не сторонник. Вещь, которая в исламе узаконена как минимум желательная. Сказать, что ты не сторонник, это неправильно. Скорее, правильнее было бы, если бы я сказал, что мы это не практикуем. Нашей семье это не практикуется. А не говорить, что это нежелательно. Поэтому я приношу свое покаяние перед Аллахом. Так вот, вопрос ни каба, он лежит между обязанностью и желательностью. То есть, если... Есть те ученые, которые говорят, что его носить обязательно. Из-за неношения будет грех. А есть те, которые говорят, нет, его носить желательно. За это будет награда. То есть, женщина получит за это дополнительную награду. Но носить она его не обязана. Обязана она носить только хиджаб. То есть, покрывать все тело, кроме лица и рук. Это подобно тому, как врач вам прописывает, допустим, таблетки, гормоны какие-нибудь. И говорит, смотри, говорит. Вот, значит, гормон, ты его будешь... Одну таблетку будешь пить один раз в день. Это обязательно. Если ты не выпьешь одну таблетку в день, умрешь. Через 60 лет. Ты по-любому должен пить одну. Это обязанность твоя. Обязательно. Но, если ты выпьешь две, то это будет лучше для тебя. Но две пить не обязательно, он говорит. Если тебе сложно пить две, там, большие, может, таблетки, или ты не переносишь их, трудно переносишь, то пей их одну. Ну, это минимум. Ты обязан пить одну. Но если выпьешь две, то это будет лучше для тебя. Вот, твой врач тебе сказал, тебе указал на твою обязанность и на желательность. И тут появляется муфтий коров, который тебе говорит. Врач сказал, что пить две таблетки нельзя. Если будешь пить две, то ты умрешь. Но нет, врач этого не говорил. Врач, наоборот, говорил, что если будешь пить две, это хорошо. Но если тебе трудно, как-то ты не готов к этому, то пей хотя бы одну. Одна это твой минимум, сказал тебе врач. Он не сказал тебе не пить две. Вот, что сделал муфтий коров. Он указал на желательное и сделал его запретным. И в этом была вся претензия к тебе и ко всему вашему куфрияту. Теперь мы ждем от вас все-таки комментария по поводу Бухари. Вы либо извинитесь, признайтесь, что была такая ошибка все-таки. Я думаю, это не так страшно. Муфтий тоже ошибаются. Ну и, во-вторых, прокомментируйте нам вот это вот толкование все-таки. Как нам с ним быть? Неужели никааб можно отнести к одежде высокомерия? И неужели в судный день этих девушек облачат в никаабы и воспоминят их? Тумсо, все эти книги позади муфтий коров. Думаешь, он их когда-то открывал, чтобы такие фетвы давать? И еще пусть кто-то переведет эти его фетвы для шейха Димашли. Я думаю, он их, конечно, читал и читает наверняка, пытаясь брать оттуда то, что ему удобно. Это, в принципе, всегда было качеством лицемеров, когда они брали из священных текстов то, что им выгодно. Либо они подтасовывали, как сейчас сделал муфтий коров. То есть, он что сделал? Он взял истину, снабдил ее ложью, немного подтасовав, истолковав некоторые слова по-своему. И потом обильно пустил ее в массы. И если человек, допустим, не подготовлен, не знает, не встречал истинного толкования, он может на это повестись, подумать, ну действительно, все вроде бы сходится. Хадис есть, ну толкование есть, в этом и заключается вся ложь. Никогда, как бы, ложь не подается в целиком, как ложь, он ее сразу изобличает. Всегда берется истина, снабжается обильно ложью и потом превокрашается, что он и сделал. Субтитры создавал DimaTorzok